3М – советский стратегический бомбардировщик разработки ОКБ Мясищева. Истории работы по радикальной модернизации М-4 проводились в соответствии с постановлением Совета Министров СССР номер 1428-642 от 6 июля 1954 года. На фирме тема получила шифр 36, а самолет обозначение 3М. При выборе двигателей ставку сделали на ВД-7, взлетная тяга которых превышала 11 тысяч килограмм сил, а крейсерский расход топлива составлял 0,73 минус 0,8 килограмма КГСЧ, как у лучших зарубежных образцов. Применив эти двигатели увеличив количество топлива на борту, установив систему дозаправки в полете, а также улучшив аэродинамику. Можно было получить дальность, достаточную для достижения самой удаленной точки США. Это было очень важно, так как в южной части штатов находились ядерные объекты Лос-Аламос, Акридж, авиабазы САИСИ Кастель и Марчруск, Дайс и Карсуэллес, Бергсдель и многие другие. На этих же базах были сосредоточены основные хранилища ядерных боеприпасов. Кроме того, в Калифорнии, Техасе и Флориде разворачивалось строительство ракетных пусковых комплексов и центров управления. Поставить их под удар было очень заманчиво, весь планер и системы бомбардировщика были перепроектированы. Действовавшие в то время нормы прочности тяжелых самолетов задавали перегрузку при маневре с максимальным весом не менее 2,5 и при полете в болтанку 3 месячего удалось доказать, что эти требования завышены и перейти к более легкой конструкции. Снизить массу позволили и другие мероприятия, в частности, замена резины топливных баков на полиамидную пленку. В результате массу пустой машины удалось снизить по сравнению с серийным М4 почти на 3 тонны. Самолет получил новое крыло большего размаха, без излома по задней кромке, с уменьшенным числом аэродинамических перегородок на одну пару и новым профилем на концевых частях. Опыт эксплуатации М4 позволил отказаться от поперечного V-стабилизатора. Аэродинамическое качество машины достигло рекордного значения – 18,5 единицы. Превысить 19 единиц удалось только на тяжелых машинах с изменяемой стреловидностью крыла в 1 вольт и Ту-160. В носовой части 3М разместили негерметичный отсек РЛС, закрытый радиопрозрачным обтекателем. Переднюю кабину перекомпоновали. При этом рабочее место штурмана бомбардира расположили под летчиками со смещением влево, а снизу создали фонарь. Количество членов экипажа уменьшили на одного человека, шасси и система управления были значительно улучшены. Усовершенствовано оборудование, в том числе и установлен навигационно-бомбардировочный автомат НБА. В связи со снятием с вооружения 6-тонных бомб реализовать грузоподъемность в 24 тонны стало невозможно. Ее снизили до 18 тонн, 2 9-тонных ФАП-9000. В грузоочеке предусмотрели подвеску дополнительных баков одновременно с бомбами, а еще два ПТБ решили подвесить под крыло. Максимальная взлетная масса самолета превысила 200 тонн, при этом сохранилась длина разбега, что было обеспечено улучшением аэродинамики и увеличением тяги двигателей. Эскизный проект самолета 3М и макет передние его кабины были представлены к защите в начале осени 1954 год. Опытный самолет номер 0201 построили в филях с использованием агрегатов серийного М4. Его сборка завершилась 30 октября 1955 года. Так как двигатели ВД-7 в то время находились в стадии испытаний и надежности вызывало сомнения, полеты 3М решили начать. Оснастив его двумя ВД-7 и двумя АМ-3А, процесс наземных испытаний и отладки опытной машины занял довольно много времени. Воздух она поднялась с аэродрома Ли только 27 марта 1956 года под управлением экипажа МЛ Галлы. Внешнее отличие от М4 убрано штурманское окно. Другие двигатели. Модификации. 3М. Модификация М4. Секунда увеличенной дальностью полета. Первоначальное название М6. М-29. В 1956 году на базе бомбардировщика 3М разрабатывался проект пассажирского самолета М-29 на 200 до 250 мест. 3МР. Дальний морской разведчик. Поступил на вооружение авиации ВМФ. В 1964 году. 3МС. Вариант бомбардировщика 3М с двигателями РД-3М 500 А. Из-за малого ресурса двигателей ВД-7 было решено вернуться к тем же двигателям, которые устанавливались на М4. Характеристики относительно 3М ухудшились, но были все же лучше, чем у М4. В частности, дальность полета без дозаправки в воздухе составляла 9400 километров 3 меганьютона. Модификация 3М с двигателями ВД-7 байтов. Ценой повышения ресурса двигателей ВД-7 явилось снижение тяги до 9500 килограмм сил. При общем ухудшении характеристик самолета, дальность полета благодаря экономичности двигателей была на 15% больше, чем у 3МС. 3МД. В 1960 году в строевых частях ВВС появился новый бомбардировщик 3МД с двигателями ВД-7 байтов. На этой модификации 3М установили более совершенное оборудование, улучшили аэродинамику самолета. Внешне он отличался удлиненной заостренной носовой частью со штангой топливоприемника на конце. При неизменном размахе несколько увеличили площадь крыла. Первый этот самолет продемонстрировали в июле 1967 года на выставке авиационной техники в Домодедово. Кодовое обозначение НАТО «Бисонце» 3МИ – высотный бомбардировщик с двигателями ВД-7 П. Их взлетную тягу увеличили до уровня базового ВД-7. Она составляла 11300 килограмм сил и в условиях высотного полета возрастала на 28% по сравнению с ВД-7 байтов. Дальше летных испытаний в 1963 году опытного образца дела не пошло из-за смены приоритетов у руководства страны в сторону развития ракетной техники. В МТ – транспортная модификация самолета 3МС-2, 3МН-2. До начала 80-х годов бомбардировщики 3МС и 3МН переоборудовались в топливозаправщики. Они пришли на смену МОД-4 до 2 в связи с международными договорами о сокращении численности стратегических бомбардировщиков. Долгое время являлись основным средством для заправки в полете машин стратегической авиации, оборудованных системой «Конус». Максимальное количество отдаваемого в полете топлива достигало 40 тысяч килограмм. Производительность агрегата заправки 2250 литров мин. В начале 1975 года рассматривался вопрос о переделке всех бомбардировщиков 3М-воздушные танкеры для дозаправки сверхзвуковых бомбардировщиков. Ту-22М, но самолет-заправщик Ил-78, созданный в ОКБ Ильюшина, оказался более предпочтительным для этих целей. 3М-5, носитель ракет КСР-5, отличался составом БРЭА, разработан в 1973 году. Развитие за 9 лет своего существования ОКБ-23 подготовило на базе М4 и М3М целый ряд проектов, работы над которыми прекратились по разным причинам. Так, в 1953 году начались работы по созданию пассажирского самолета 29, который должен был перевозить от 80 до 130 человек на расстоянии от 5400 до машину предполагалось создать на базе М4, для чего требовалось прежде всего разработать новый фюзеляж. Остальные агрегаты и планера сохраняли высокую степень преемственности с бомбардировщиком. Изучались различные варианты компоновки пассажирского салона, для чего был построен натурный макет его секции. Проект вначале вызвал заинтересованные отношения в ГВФ, однако потенциальный заказчик выдвинул ряд требований к машине. Например, применить шасси обычной схемы ставилась и задача предусмотреть вариант для перевозки от 170 до 180 человек на дальность до 4000 километров. Взгляды ГВФ нашли отражение в правительственном задании, которое вышло в августе 1955 года. Однако уже в декабре Савнин принял другое решение, свернув создание этого самолета. Во время работы над 29-й машинами Сищевцы подготовили проект ее военно-транспортного варианта. Самолет должен был перевозить различную военную технику и грузы общей массой до 40 тонн или до 200 десантников. Судьба этого варианта оказалась аналогичной пассажирскому. В 1957 году ОКБ-23 приступило к изучению возможности создания на базе бомбардировщика трех меганьютонов опытного самолета с ядерной силовой установкой. Предполагалось заменить два внутренних ВД-7 атомными двигателями с газовым теплоносителем, разместить в грузоочеке реактор, демонтировать большую часть топливных баков, установить биологическую защиту экипажа. В дальнейшем предполагалось создание разведчика с четырьмя ядерными двигателями, испытания которого собирались начать в 1960 году. Кроме того, эта машина могла стать базовой для создания самолета дальнего радиолокационного дозора. Эти замыслы практического воплощения не получили. Остались на бумаге проекты стратегического самолета-разведчика 3МР со взлетной массой 202 тонны, а также огромной летающей лодки 3ММ, которая могла бы приводняться в океане для получения топлива от подводных лодок. С двумя дозаправками дальность полета такого корабля должна была достигнуть 25 тысяч километров. Ликвидация ОКБ затормозила модернизацию находившихся в строю ЭМОК. Это не позволило своевременно установить ряд новых образцов авиационной электроники и прежде всего оборудования РЭП. На самолете остались устаревшие «Спасибо-2», которые имели невысокую надежность и не перекрывали работу многих РЛС-сантиметрового диапазона. И все же некоторые работы, направленные на поддержание ЭМОК в надлежащей форме, проводились. Так, в 1963 году на 1,3 МН поставили новое навигационное связное оборудование. Вместо командной радиостанции РСУ-4В установили новую Р-802В, добавили третий радиокомпас типа АРК-42, а также радиотехническую систему ближней навигации РСБН-2СВОТ, которая не только позволяла выходить в створ полосы вне ее видимости и ловить глиссаду, но и строить сложные маневры в районе аэродрома, например, сбор группы или встреча заправляемого самолета и танкера. Нашла применение на бомбардировщике еще одна тогдашняя новинка – деплеровский измеритель скорости и сносы ДИЗ-1, который значительно повысил точность счисления пути. После успешных испытаний такой комплекс доработок провели на ряде самолетов, в обозначениях которых добавили букву «Р». В 1967 году для самолетов М4-3М период бесхозности закончился, Мясищев вновь вернулся к конструкторской деятельности, и под его началом был сформирован экспериментальный машиностроительный завод. Несмотря на стартовые трудности с производственными площадями, кадрами и многим другим, возродившаяся фирма сразу получила ряд серьезных заданий на разработку весьма разноплановой техники, от ЗРК до высотного перехватчика, разведывательных аэростатов. На это были брошены основные силы, но и самолеты 3М не остались забытыми. Была сделана попытка значительно улучшить вооружение и спецоборудование самолета. На 3 МН номер 0503 установили новый бомбардировочный прицел ОПБ-112, сопряженный с РЛС и навигационно-бомбардировочной системой НБА. Самолет также получил радиосистему дальней навигации РСДНЗС, позволявшую выполнять прицельное бомбометание по площадным целям из-за облаков и ночи без использования РЛС. И доработанный автопилот ОПБ-15, старый высотомер малых высот РВ-2 заменили новым РВ-5 Репер. На борту появилась аппаратура засекречивания связи, самая современная по тому времени станция активных помех Азалия. Еще несколько более простых систем РЭП, а также оборудование для выброса дипольных отражателей. В боекомплект бортовых пушек ввели снаряды, предназначенные для постановки помех радиолокационным и тепловым ГСН-ракет класса «Земля-воздух» и «Воздух-воздух». Но главной особенностью самолета стал новейший комплекс вооружения с крылатой ракетой Д-5, которая могла поражать сильно защищенные морские и сухопутные радиоконтрастные цели. Ее дальность полета составила 280 км, а скорость втрое превышала звуковую. Она могла комплектоваться как фугасно-кумулятивной, так и ядерной БЧ. Ракета успешно прошла испытания и была запущена в производство под обозначением КСР-5. Работы по переоборудованию самолета номер 0503, получившего обозначение 3М5, начались в 1973 году. А в 1975-м КСИ нового авиационно-ракетного комплекса успешно завершились. Они показали большие возможности обновленной МКИ. Однако решение о переоборудовании парка самолетов 3М так и не последовало. Та же участь постигла аналогичный проект модернизации Ту-95 и только Ту-16 вооружили новой ракетой. Фактически главной причиной неудачи 3М5 стало то, что ВВС утратили заинтересованность в такой модернизации самолетов. В начале 70-х в международных отношениях наступил период разрядки и был заключен первый договор об ограничении стратегических вооружений. В США после Уатергейтского скандала и отставки президента Эрниксона президентом стал Д. Порт-Элли. Брежнев пообещал новому президенту, что переделает 20 стратегических бомбардировщиков 3М в самолеты-заправщики, которые уже невозможно будет использовать для нанесения ядерных ударов. С дорабатываемых машин должны были снять штанги до заправки и все бомбардировочное вооружение, а проем грузачека частично заклепать, оставив лишь небольшой люк для выхода заправочного шланга с конусом. Командование ВВС отнеслось к этой инициативе с энтузиазмом, так как было заинтересовано в превращении устаревших бомбардировщиков в острые необходимые танкеры. Одновременно решали вопрос о продлении назначенного ресурса 3М. Для этого самую старую машину перегнали в Новосибирск, где провели ее прочностные испытания в Сипне. Новосибирские специалисты дали рекомендации, после выполнения которых самолеты 3М могли эксплуатироваться еще минимум 10 лет. Доработки выполнялись на Рязанском ремзаводе номер 360. Их проведение вылилось в довольно масштабную кампанию, для координации которой специально создали комиссию во главе с тогдашним заместителем министра авиапромышленности и силаевым, получившим за свой крутой нрав прозвище Иван Грозный. Однако по Брежневскому заказу переделали всего несколько машин. Остальные превращенные в заправщики самолеты 3М сохранили возможность обратной конвертации в бомбардировщики. Работы, связанные с продлением ресурса, прошли далеко не все машины. Отлетавшие свои самолеты стали отгонять на дальней стоянке авиабазы в Энгельсе, а затем и вовсе отбуксировали на грунтовые площадки, добраться до которых в весеннюю распутицу было трудно даже пешком. Однако в конце 1970-х ГГ появилась заинтересованность в усилении бомбардировочного вооружения 3М и Ту-95. Для эмки был разработан вариант снаряжения, предусматривавший подвеску 28 бомб ФАП-500М-54 или 52 ФАП-250М-54. По воспоминаниям бывшего главкома дальней авиации генерала В. Решетникова, весной 1979 год, эти самолеты предполагалось использовать для нанесения удара по целям в Афганистане, прежде всего по Герату, где началось восстание и погибло несколько советских специалистов. Но гератский мятеж быстро подавили афганские правительственные войска. А после введения в конце года советского контингента вопрос о применении тяжелых бомбардировщиков некоторое время не поднимался. И все же дальней авиации пришлось работать по афганским целям. Однако эту роль выполняли Ту-16 и Ту-22М2М3.